Хэшки, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем играть в Please Don't Touch Anything 3D, и в данный момент мы будем еще открывать другие концовки. Так, и мы сразу же начнем. А, точно, я стоял долго времени. Давайте, начинаем. И нам нужна будет не отвертка, а молоток сейчас. Молоток. Открываем молотком вот эту вот тему. Здесь у нас будет телефон, и будет, как вы помните, дискета, и вот такая вот карточка, которую я до этого не замечал. Это у нас азбука Морзе. Не знаю, зачем она нам нужна, но, видимо, где-то используется. Азбука Морзе у нас вроде бы где-то здесь, я не помню. В общем, мы еще, ребят, к этому вернемся. Так, берем эту тему, открываем платформу вот эту вот с цветами. Не платформу, а панельку. Так, открываем вот эту тему. Здесь у нас будут хомяки, как вы помните. Это не просто так, когда мы хомяков, хомяка выпускаем, у нас появляется вот такая вот панель наверху. Наверху это панель, и здесь будут написаны цвета. Написано красный, желтый, желтый, синий. Давайте наберем. И появляется еще одна такая вот непонятная штука, куда мы должны будем засунуть телефон. Вы прикиньте? Вы прикиньте? Только представьте, как долго я искал концовку, связанную с телефоном. И в итоге видите, что как происходит. Так, и теперь нам нужно ввести номер телефона, который написан вон там вот. 311-399. Давайте введем. Так, 311-399-2364. 311-399-2364. Так, а почему не работает? Не работает почему-то. Ладно, возможно я поздно ввел. Давайте еще раз попробуем. Много это времени не должно занять. Берем отвертку здесь, откручиваем. Берем молоток здесь, открываем. Берем отвертку здесь, откручиваем. Здесь вводим... Наверное подождать надо. Давайте подождем, я уже помню в принципе код. Но все равно подождем. Красный, желтый, желтый, синий. Готово. Вспомним сейчас всю эту ерунду. 311-399-2364. 2-3-6-4. Так, давайте. Ставим. 3-1-1-3-9-9-2-3-6-4. 3-1-3-6-4. Опа-на. Опа-на. Офигеть. Тик-так-той. Так. Тик-так-той. А что это такое? Number of players. 0 из 1. Да хватит. Офигеть. Победителя нету. Что это значит? Это странная игра, говорит. Очень странная. Может быть ты сыграешь со мной в шахматы, он говорит. Вместо этой игры. Это что такое? Это вообще нормально? Ладно, я так понял, мы сейчас получим концовку. Да, крестики-нолики. Я не знаю, здесь была еще какая-то тема, потому что, если вы помните... А, так это и была крестики-нолики. Ребят, здесь у нас было нарисовано крестики-нолики. Помните, да? Вот оно, что значит. Вот что значит, как было ее получить. То есть, когда мы светили ультрафиолетом сюда, мы видели крестики-нолики. Интересно, интересно. Окей, давайте дальше искать. Так, давайте попробуем получить концовку с инопланетянами. И как она получается, я не помню, если честно. Но давайте попробуем так сделать. Давайте попробуем. 3, 1... Ой, неправильно уже вел. Или правильно? 1, 2, 2... А, все правильно, все правильно. И вот, у нас здесь то же самое. То есть, мы, ребят, водили вот здесь, вот на правой панели. 1, то есть, вверх, вниз, вниз, вверх. Здесь давайте вверх, вниз, вниз, вверх тоже ведем. А, неправильно что-то? Вот. Наоборот надо было вести. И что мы получаем? Вот, черт возьми! Офигеть, смотрите как лазером мне прошло Здесь Воу, инопланетяне все таки напали на нас У нас же была ракета, можно было Попробовать защититься Ладно, принцип прикольно, очень классно Выглядит, ладно, получили еще одну концовку С непонятно чем По крайней мере здесь непонятно что нарисовано Ну да ладно Ну да ладно Нам нужно кстати получить вот эту вот концовку Я понятия не имею что здесь И мы получим после нее еще одну концовку Вот так это работает Окей Так, вы помните, ребят, мы уже с вами пробовали Одну из концовок найти, то есть давайте Сейчас попробуем еще раз Нам нужно сейчас взять отвертку Отвертку И перевести эти все стрелки Ага, они так не переводятся, да? Окей, ну а нас же без отвертки переведем А, или нет Я уже не помню ничего, как переводятся все эти стрелки Вроде бы разбить нужно молотком, да? Блин, как-то для меня что-то непонятно становится Я уже все это забыл, видите? Нифига не получается Ладно, давайте пробуем молотком разбить А, вот, да, молотком разбили И теперь переводим стрелки у нас Должны стоять на 12 часов То есть в прошлый раз мы переводили на 6 часов все стрелки Теперь на 12 Но ничего не происходит А если мы вот это попробуем открыть панель? Да, здесь есть эта панель И здесь появляется вот такая вот штука После того, как мы переводим все стрелки на 12 часов Это у нас тоже код Это значит, надо сверху вниз считать белые точки Сколько белых точек, такой и код Давайте вводить То есть это будет 3 3 3 2 1 3 Не верно? Да как так-то? Давайте наоборот считать 1 1 1 2 3 1 Да как так-то? Я думал то, что это правильно Оказывается, нифига Ну ладно, давайте тогда подумаем пока что Возможно, я что-то сделал неправильно И поэтому, видите, у меня сейчас не работает Ну ладно, в принципе Вообще должно, по сути, работать Давайте еще раз 3 3 3 2 1 3 Не, нифига Ладно, я сейчас еще подумаю, ребят Может быть, что-то по-другому станет на свои места Так, давайте еще раз попробуем Эм Ну так попробуем Но все равно не работает, нифига Я не знаю, ребят, в чем соль То есть я посмотрел и вроде бы Ну как-то можно, но как я не понимаю Вот эти цифры считать Я запустил, ребят Там нужно было наоборот считать И они были снизу вверх Красные точки Красные цифры Вот эти вот Короче, красный квадрат Это означало цифра И она была не снизу вверх Ой, не сверху вниз Как это обычно бывает А снизу вверх И в итоге, видите, мы Я перенабрал все вот эти вот кнопки И в итоге, видите, получили концовку Фуууу! Хай! Прикольно Такая вот концовочка Непонятненькая Так, нам нужно сейчас еще открыть Вот эту вот панель Правую С цифрами Для того, чтобы Ввести еще один код Еще один код Который будет Открывать нам еще одну концовку А вот я что-то не помню как она открывается Ну ладно сейчас разберемся Готово Может быть так Нет это другая тема Открывается значит попробуем Я не помню что Вот так вот попробуем И так тоже она не открывается Я блин забыл Я забыл как она должна открываться Мы здесь можем получить только лишь новую концовку Ладно давайте еще раз Хорошо Я в ту сторону да опять Окей я молодец Влево 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 И здесь нам нужно как то Открыть вот эту вот консоль Нет здесь открывается другая консоль Окей Вспомнить бы Вспомнить бы Как она открывается Потому что я честно Не помню Здесь открывается Д4 И вот эта вот штука Окей Блин блин блинский Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Завораживает эта вот тема. И черная дыра нас должна, по сути, засосать. И видите, она засосала не только нас, она засосала полностью город, который здесь был. И бункер, бункер наш, который находился. Я не знаю, вроде бы низ не задело, то есть бункер-то, по сути, находится у нас в этом, в подвале. Но, видите, вот так вот, вот так, красиво, очень красиво. Получаем еще одну концовку, вот так вот она выглядит. Бэнк. Вот и знаете, что самое проблематичное? То, что не попадается кое-какая концовка, связанная вот с этой вот карточкой. Она не попадается. Я не знаю, надо еще какие-то две концовки найти. Какие, я, ребят, понятия не имею. Ну, сейчас, ребят, поищем, поищем. Эта карточка понятна, а вот где еще одна тогда концовка? То есть нету у нас никакого места, вроде бы, для еще одной концовки. Где ее искать, понятия не имею. Ладно, разберемся еще, еще разберемся. Так, наконец-то, ребят, я открыл еще одну концовку. Она открывается тем, что мы постоянно перезагружаем машину эту. То есть, чем чаще мы ее перезагружаем, открывая концовки, у нас она должна появиться. Это концовка The Stanley Parable. Если вы знаете такую игру, игрушка старенькая уже, довольно-таки прикольная, которая ломает вообще четвертую стену, вообще все стены, которые есть в играх. И нам нужно нажимать на кнопку. Теперь нужно на эти кнопки нажимать. Теперь на эти кнопки нажимать. Какую-то не нажал. О, нажал. Так, и вот мы должны нажимать на все кнопки, как нам, в принципе, говорит голос этот. Все? Все, ты это сделал. Спасибо тебе за работу. За... А, все, ты получаешь работу, Стэнли, говорит мне. Окей. А, типа, все, я reset на буду уже нажать и получаю концовку. Карточку. Отлично. Вот мы получили эту карточку. У нас осталась последняя, ребят, карточка. И вот приходит к нам тот парень. Вот в чем-то за концовка, ребят, этой игры. Вот в чем концовка этой игры. Смотрите. Он мне говорит, я, типа, спросил у него, а что это такая за непонятная. Непонятная машина. Он говорит, да, это просто кофе-машина. И здесь мы получаем вот такую вот классную кружку кофе, на котором написано. Так, посмотрим. Кофе. И мы можем попить из нее. И она заканчивается, да, я так понимаю? Да, мы все, выпили полностью кофе. Саем обратно. Если нужно еще кофе, нажимаем красную кнопку и пьем. В этот момент, кстати, нам показывают разработчиков этой игры. Игра классная, на самом-то деле, ребят. Игра классная. Жалко, что я прошел через нее мимо. То есть, не обратил на нее внимания в должный момент. И не прошел ее тогда, когда это было нужно. Так, ну и все. Мы нажимаем ресет. И у нас открывается новая концовка. И теперь для того, чтобы попить кофе, у нас есть вот такая вот классная кнопка. Рядом с ней какая-то черная, непонятная. О, что это за черная кнопка? Ну и все, ребят. На этом все, я так понимаю. Больше концовок здесь не будет никаких, ребят. Мы открыли все. Что связано со змеей, я не понимаю. Делали мы что-то со змеей, я так и не заметил. Может быть и делал я что-то, но как-то открыл спонтанно эту концовку, даже не обратив на это внимания. А так, в принципе, прикольно. Очень прикольная игруха. И видите, все концовки открыты. Я даже не ожидал, что я смогу их все открыть. Ладно, ребят, на этом все. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось прохождение этой игры от меня. С вами был Лекс. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Не забывайте подписаться в паблик-контакте. Ссылка в описании и в шапке канала. Спасибо за просмотр. И всем добра.